Перед тем, как приступить непосредственно к танцевальной части, нам нужно понять пространство, в котором мы вообще танцуем. У нас есть общий класс, в котором мы все находимся, но танцуем мы каждый в своем личном квадрате. Итак, мы берем свой личный квадрат. В центре него находится пилон и зеркало. Это то, на что мы танцуем все. Значит, наш зал делится на 8 точек и на 4 квадрата. 8 точек – это зал поддельный на 45 градусов, 4 квадрата на 90. То есть наш пиончик в центре нашего квадрата будет как солнышко, от которого уходят лучики к стеночкам нашего класса. У нас будут линии прямые и диагонали, то есть мы делим по 45. Мы смотрим вперед и идем по кругу напрямую. Первая точка – зритель, зеркало, главное. Раз. Вторая точка – диагональ спереди, 2. Правое плечо – третья точка, диагональ сзади, направо. Четвертая – затылок, пятая – диагональ слева, сзади. Это шестая. Левое плечо – седьмая точка, диагональ спереди, восьмая. Мы снова приходим на прямую линию. Первая. Итак, это 8 точек. Также 4 квадрата. Мы просто берем с вами 2 линии и делим зал на 4 квадратика. Квадратик у нас спереди слева будет первый. Квадратик спереди и справа будет второй. Справа – сзади, да? Третий и слева. Сзади – четвертый. От направления движения в танце иногда вы будете объединять. Первый с вторым, второй с третьим квадратом. Третий с четвертым, четвертый с пятым. Это зависимо от того, куда вы движетесь. На самом деле, когда вы расчерсите зал в своей голове по этим точечкам, то вам будет легче воспринимать хореографию. Вы будете быстрее ее понимать и делать меньше ошибок. Запомнили? А теперь идем танцевать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.